Новости в эфире первого Карагандинского. В студии работает Ирина Камышова. Здравствуйте. Коротко о главном. Карагандинский хоккеист Никита Незнанов после тяжелой операции вновь встал на коньки. Подробности в репортаже Марка Дрюшко. Кровавая семейная драма произошла в поселке Коксун. В Караганде прошел конкурс вокалистов «Зажги звезду». Шахтер должен играть дома. Именно таким лозунгом болельщики футбольного клуба взбудоражили интернет после того, как стало ясно, что нашим футболистам придется играть матч Лиги чемпионов в Астане. Почему столь важная игра переносится в столицу и как отнеслись к этому чиновники от спорта и общественность, выяснял Сергей Журавлев. Как вы относитесь к тому, что футбольный клуб «Шахтер» будет играть в домашний клуб в Астане? А вы поедете вообще в Астану или нет? Без понятия, даже не местные. Ну, это плохо все-таки. Считаете, это плохо? Да, потому что как-то, не знаю, какой-то дух теряется патриотический. Плохо? Очень. Конечно, здесь бы лучше, в Астане, по-моему, я так считаю. А вы поедете в Астану на игру? Нет, никак не могу. Негативно, я считаю, потому что они должны играть на своем поле у себя дома, тогда у них будет боевой дух. Большинству болельщиков Караганы не по вкусу, когда приходится играть в домашние игры не на своем стадионе. В первых турах премьер-лиги Казахстана фанатам «Шахтера» приходилось выезжать в Тимиртау и Балхаш. И вот вроде мы добились заветной цели – домашних матчей лиги чемпионов. Радость болельщиков сменилась разочарованием и негодованием. Оказалось, что наш стадион не соответствует стандартам УЕФА. У нас наши стадионы не приспособлены физически и по регламенту УЕФА к принятию именно третьего квалификационного ранды, а четвертого тем более. Также, по словам Алии Искаковны, стадион не подлежит реконструкции. Единственным верным решением считается строительство новой арены. Вроде бы все готово, есть земля и проект, который так и не воплощается в жизнь. В городе постоянно проходит сертификацию стадион. Каждый год ФФ Казахстана принимает стадион. Стадионы работают обычно в регламенте весна-лето, осень-зима. И подготовка стадионов идет именно согласно этих регламентам. Директор управления туризма и спорта Наталья Евгеньевна была довольно-таки груба. На мой вопрос о том, как добираться Караганицын до стадиона Астана-Арена, она обратила мое внимание на мою упитанную комплекцию. По ее словам, я не знаю, как его ездят на выездные матчи. Я провожу все свободное время дома, лежа на диване. Сергей Журавлев, Бауржан Алипов, Марат Культенов. Первый Карагандинский. В селе Куксу, что неподалеку от Топара, между бывшими супругами произошла ссора, после которой мужчина нанес несколько ножевых ударов своей бывшей жене. Больше недели женщина на грани смерти находилась в реанимации. Однако преступник до сих пор на свободе. Динара Сартаева о непростых семейных отношениях. А он гуляет на свободе, а дочь умирала, у нее клиническая смерть была. Спасибо врачам, дай Бог им здоровья. И их детям, и всем, что спасли моего ребенка. В ту ночь, вспоминает Наталья, бывший муж, 38-летний Олег Нафиков, пришел в гости в сильном алкогольном опьянении. В доме находились мама Натальи и трое несовершеннолетних детей. С раннего утра мужчина стал вести себя неадекватно. Нервничал, придирался ко всему. Со слов Натальи, в тот момент с младшей дочерью на руках она сбежала от тирана на улицу. Однако бывший супруг поймал женщину возле дома. Он первый раз вытащил ножик, получается, но я его не видела, я просто почувствовала боль во рту. Ну, что он это, как считай, меня полосанул. Потом мы развернулись с дочерью младшей на руках, и мы побежали в ту калитку убегать, в ту сторону. И он, получается, на ходу два раза ударил меня ножом. Ну, это как дети говорят, я не помню уже точно, что было. И там он около калитки повалил нас всех. В шоковом состоянии женщине все же удалось убежать к соседям. Однако в это время старшая дочь Зоя продолжала бороться с собственным отцом. Ну, вот тут он их, получается, как бы догнал. Они вот так вот, мама вот так стояла, он ее пырнул ножом, вот завалил их. Катя, средняя сестра, она ударилась об эту железку убом, расшибла себе лоб, папа нанес маме два ножевых ранения в спину. Вот это все я видела. В 7 утра Наталья Нафикова была доставлена в приемный покой в Абайскую больницу в крайне тяжелом состоянии. Женщина потеряла 3 литра крови и перенесла 3 операции. 9 дней Наталья находилась между жизнью и смертью. Два дня находилась в коме. В описном эпикризе написано у женщины ранение грудной клетки, левого легкого, сквозное ранение селезенки, передней стенки желудка, геморрагический шок и анемия второй степени. Страхи так и живем. Все, вот страх не проходит. Приедешь, вот даже сюда, огород этот полить, ягоду эту собрать, все трясется, все, сил никаких нет. Вот боязнь, вот это вот видеть матери, когда на ее глазах режут ребенка. Экс-супруга задержали и предъявили обвинение. Однако, со слов дочери, в этот же вечер отец был выпущен из следственного изолятора домой. Мы пытались что-то добиться, ничего не получилось. И 3 числа мы уже поехали в Абай, в прокуратуру. Там вот бабушка написала заявление, они как бы сказали нам, кто следователь. До этого мне не говорили, кто следователь, что, почему. Ну вот, они привезли следователя, оказалось, что дело закрыто еще 1 числа было, так как не было заявления. Ну какое может быть заявление, так как мама лежала в критическом состоянии в реанимации, она не могла давать. А когда им говорили, придите, возьмите заявление, она может дать, они не приходили. Потом, с того, как я съездила в Абай, приехали, взяли с мамы заявление. Но тоже его не закрыли отца. Тогда Анафиковой обратились за помощью к адвокату, чтобы наказать собственного отца. Но и в этом деле проиграли. Когда мы пошли и стали у нее требовать деньги обратно, ну что, раз так, это самое, вы не хотите нам помогать. Она сказала, я уже налоги заплатила. Ну пусть она налоги заплатила, а тогда я отдаст, тогда мы наймем другого адвоката. В частной адвокатской конторе на вопрос, почему уже два месяца дело Анафиковых до сих пор не сдвинулось с мертвой точки, не ответили. Адвокат Мария Гук, которая ведет дело Натальи, видимо, не заинтересована дальнейшей судьбой подзащитной. Пожалуйста, пусть она отказывается, ради бога. Положенные по 50-50% по закону возврата я ей верну. Сейчас мать и напуганные дети по вине отца скитаются по съемным квартирам. Дом экс-супруг собирается продать. Сегодня Анафиковы надеются, что справедливость восторжествует и злоумышленник понесет наказание по закону. Динара Сартаева, Кайрат Рашитов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. 25-летняя жительница Алматинской области попыталась ограбить ювелирный магазин в Караганде. Ей удалось украсть золотое колье и кольцо с бриллиантом. На общую сумму более полумиллиона тенге. Однако неудачливую воришку задержали по горячим следам полицейские. Стражи порядка медиа Тоспанов и рядовой полиции Кайрат Сибаков, которые первыми получили сообщение об ограблении ювелирного магазина, обнаружили и задержали Алматинку. Ювелирные изделия изъяты. По горячим следам сотрудниками полиции была задержана 25-летняя подозреваемая, у которой изъяты ювелирные изделия. Под весом улик задержанная дала признательное. Показание ведется следствие. Штраф заплатит расклещик объявлений, задержанный в сортировке. Мужчину заметили участковые, когда тот развешивал рекламные листовки в неустановленном месте. 21-летний безработный в объявлении предлагал клиентам приобрести уголь у фирмы, принадлежащей его родному брату. Объявление полицейские изъяли. В результате против мужчины и компании, предлагавшей свои услуги, составили протоколы об административном правонарушении. Молодому человеку, расклеивавшему объявление, грозит штраф в размере одного МРП. А вот его брату, который попросил расклеить объявление, как юридическому лицу, выписан штраф на сумму почти 35 тысяч тенге. Напомним, размещать рекламу можно только на специально установленных для этого досках информации. Карагандинская семья не может поделить наследством. Более 6 миллионов тенге и однокомнатная квартира в центре города стали камнем преткновения. У пенсионера, ветерана Великой Отечественной войны Али Юмаева, своих детей нет. Поэтому претендентом на наследство является его сестра и племянница. Дело дошло до воровства. Репортаж Мирамгуль Салкинбаевой. И вот обман, почему не забрали обманом. 88-летний Али Юмаев многие годы работал плотником. Сейчас мужчина на пенсии. На склоне лет местные власти выдали пожилому человеку однокомнатную квартиру в центре Караганды. Казалось бы, все хорошо, вот только личную жизнь пенсионер так и не построил. Детей у него никогда не было. Потому ухаживать за пожилым человеком, кроме племянницы Мансуры Елигеновой, сегодня некому. Я говорю, поедешь ко мне. Он говорит, потом, потом, потом. В декабре 2012 года у него случился инсульт. И он в январе, 4 января соседи позвонили ко мне сюда домой и говорят, вы заберите, пожалуйста. Дед говорит, ну боимся все-таки в подъезде, ЧП может произойти. И дед себя уже, как вот может, все, может, знаете, больной, больной человек. К слову, ветерана Великой Отечественной войны государство не обижает. Ежемесячная пенсия – 100 тысяч тенге. Кроме того, на счету у Алии Юмаева было около 6 миллионов тенге. Именно эта сумма стала причиной многочисленных ссор между родными. Несколько месяцев назад племянница Санья Васильева выкрала сберегательную книжку своего дяди, рассказывают родственники потерпевшего. Приди к Чапаю в офис, я говорю, зачем? Ну мы же вчера же разговаривали насчет доверенности. Я говорю, ну видишь, ничего же не получилось, говорю, все, говорю, отстань, уже говорю, успокойся, говорю. Пусть деда вот только привезли, говорю, пусть остепенится, он сам знает, кому что написать. Покажите вот это вот, ну доверенность мне, прочитаю. Вот, на пенсию, говорит, если вам нужна пенсия, подпишите. Я подписала. Здоровье пожилого человека на сегодняшний день оставляет желать лучшего. Не слышит, да и говорить толком не может, а по квартире передвигается с помощью костылей. Все время ходил дед, а последний месяц вот уже он ослаб, он стал вот еле-еле вот так вот ходить. Тем временем Мансура уверяет, что большинство из претендующих на наследство Алии Юмаева не общаются с ним вообще. Если раньше приходили, то только посмотреть, жив ли он до сих пор. Также отмечает карагандинка, ее родная сестра Санья Васильева не раз упекала дядю в психиатрическую больницу. Три раза. Последний раз она сдавала его в 2008 году, 12 июля. Запись есть в психбольнице на 32-м квартале. Но он, как там разговаривали, он говорит, она его постоянно пытается, сестра его положить, но он не дурак. Сами нам сказали, он нормально, адекватный человек. А вот сама Санья Васильеву утверждает, что дядя на учете у психиатра состоит уже больше 30 лет. Карагандинка даже собрала все подтверждающие документы. Однако рассказать все на камеру женщина отказалась. Дядя всегда раньше говорил, что он хочет к себе домой, он здесь как кавказский пленник. Она его за полгода ни разу не вывела даже на улицу, с первого этажа. Что она говорит про деньги, это все неправда. Она меня подставила с подписью. Моя ошибка, я и не думала с родной сестры брать расписку. Хотя все знают, что на эти деньги ее практически безработный сын Рустам купил себе машину. Кроме того, Санья Васильева отметила, что несколько месяцев назад Мансура квартиру своего дяди выставила на продажу. А сам Али Юмаев об этом даже не знает. В этом же январе месяце она покупает у нотариуса Айтеновой себе доверенность на квартиру. Но доверенности дядя не расписывался, попросту он про это не знает. Как бы там ни было, все судебные разбирательства прошли. Суд вынес решение о взыскании с Анией Васильевой 6 миллионов тенге. Однако же в ходе судебного процесса не был наложен вовремя арест на оставшуюся сумму в размере 3 миллионов. И в ходе чего она воспользовалась данной ситуацией и сняла оставшиеся деньги. Пора звезд для начинающих исполнителей. В Караганде прошел конкурс вокалистов «Зажги звезду». Проект проходит в Караганде уже второй год. Правда, масштаб последнего значительно отличается. В этот раз победители отправятся в Москву на международную сцену. Амина Смакова с подробностями. Организатором проекта выступил один из журналов Караганды. Организовать организовали, а вот проводила все репетиции, обучала ребят вокалу, заслуженная артистка Российской Федерации Сауле Искакова. На протяжении недели она готовила участников к конкурсу, проводила своего рода мастер-классы. Ребята совершенно разные все. Кто-то закончил музыкальную школу, у кого-то уже за плечами даже и сценический опыт. А есть ребята, которые просто любят петь караоке. В общем, это неплохо делают. И поэтому решили попробовать свои силы, посмотреть, что получится. Уникальность этого проекта состоит в том, что он дает огромный толчок начинающим артистам. Пройдя этот конкурс, они получат шанс бороться за звание лучшего исполнителя с участниками со всех стран СНГ. Уже на международной сцене. На сегодняшний день проект сдвинул с места, что мы даем путевку на конкурс в Россию, в Москву. Жюри было строгое, но справедливое. Каждого из участников они оценивали по определенным критериям. Хорошие вокальные данные и уверенность в собственных силах. Вот все составляющие конкурса, уверены профессионалы. Еще одна возможность показать себя карагандинской публике. Еще одна возможность показать себя известным людям Караганды, от которых зависит мнение. Возможно, их судьба дальнейшая. Это возможность вообще себя позиционировать, что ты есть, вот он ты. Ты поешь, сочиняешь, ты вот так вот выглядишь. И это правильно. Одни конкурсанты были уверены в своей победе, другие от волнения кусали ногти. Для третьих победа не главное, важнее участие. А на два конкурса я ожидаю позитивных эмоций. Я здесь пришла совсем не за победой. Мне кажется, здесь очень приятная атмосфера. Мне приятно здесь находиться. Амина Смакова, Боржи Аналипов, Асхата Бедулов, Первый Карагандинский. 50 детей из Караганды и Тимиртау отправились в оздоровительный лагерь в Каркаралинский район. От прочих, этот летний лагерь отличается тем, что в нем будут отдыхать трудные подростки. Или, как сегодня их принято называть, дети с девиантным поведением. У этих ребят планка самооценки поднята довольно высоко. Но нет умения направить энергию в нужное русло. К сожалению, они сами не умеют, а взрослые по разным причинам не могут заполнить их досуг. Вероятно, отсюда и стремление выделиться. Доказать всем, что они личности. Вот только доказательства они ищут в поступках, не соответствующих общепризнанной морали. Именно поэтому Управление по вопросам молодежной политики совместно с Ассоциацией студенческих организаций КарГТУ ЖАС УРДА организовали выезд в оздоровительный лагерь 50 подростков. Сегодня по поручению Акима Карагандинской области мы проводим лагерь для девиантного поведения молодежи. Сегодня именно город Караганда лидирует по совершению преступлений именно среди подрастающих поколений. Для этого мы проводим такие мероприятия. Наша цель – воспитать молодежь в духе казахстанской патриотизмы. Помимо спортивных состязаний, ребята будут участвовать в различных смотрах, конкурсах. Тщательно продуманная программа предлагает подросткам специальные семинары и игры, направленные на формирование патриотизма, нравственных ценностей, а также лидерских качеств у молодых людей. Еду отдыхать в Каркарлинск. Надеюсь, там будет очень классно, красиво. Ну, отдохнем от души. С ребятами во время нахождения в оздоровительном лагере будут постоянно работать психологи, педагоги, тренеры и сотрудники ДВД. Скучно не будет. Время расписано от подъема до отбоя. Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский. К трехсотлетию Жидебай-Батыра в районном центре Аксу Аюлы Шетского района открыли памятник соратнику Аблайхана. На торжества в районный центр прибыли гости из Астаны, Караганды, писатели, поэты, журналисты и, конечно, пра-пра-правнуки известного Мэнбасы. В Аксу Аюлы есть улица Жидебай-Батыра. Свой последний бой он принял в 1771 году и был захоронен в Шетском районе. Его героическое прошлое не забыто нашими современниками. Наследники хотели в центре поставить памятник. Мы рады, что он остается в памяти народной. Его обелиск стоит в центре Шетского района. Семья Кунадиловых заказали памятник, а скульптор Мурат Калкеваев исполнил его. Теперь бюст Жидебай-Батыра будет вечно напоминать о героическом прошлом казахского народа, о его стремлении к свободе. Сергей Высокосов, Жасулан Амандыков, Марат Култенов, Первый Карагандинский. По инициативе Казахстанского института онкологии и радиологии на базе Карагандинского областного центра онкологии состоялось республиканское семинар-совещание, на котором рассматривались вопросы обслуживания населения амбулаторно-поликлиническими службами. Карагандинский областной онкологический центр входит в пятерку самых крупных и высокотехнологичных в Казахстане. На диспансерном учете находится 17,5 тысяч жителей области. Это в два раза больше, чем, скажем, в Чемкенском регионе. После института онкологии и радиологии Карагандинский центр лидирует и по количеству мест. Здесь стационарно одновременно могут проходить лечение почти 300 больных. Так что о карагандинске врачам-онкологам есть что рассказать о передовых направлениях в борьбе со злокачественными опухолями. За последние времена имеется новая технология, новое такое решение, стационарно-замещающая технология. Многие люди областные операторы, много людей облучаем, химиотерапия областная проходит. Так что на сегодняшний день в таком обществе есть много. И она в нашем обществе также очень хорошо проводится. Я передаю слово своему коллеге Берегу Копарову. Он расскажет о новостях спортивных. Спасибо Ирина. Героическое возвращение юного хоккеиста в спорт. Об этом и другом через пару секунд. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Allugal. Сегодня на стадионе «Астана-Арена» состоится матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором караганинский «Шахтер» встретится с чемпионом Албании Скендербеу. Начало матча запланировано на 19.00 по времени «Астаны». Напомню, матч был перенесен в столицу из-за несоответствия инфраструктуры стадиона стандартам регламента УЕФА. Караганинский хоккеист Никита Незнамов впервые после тяжелой болезни, вышел на лед. После успешно проведенной операции и реабилитации в Германии, спортсмен уже успел пройти учебно-тренировочные сборы на земле вместе со своей командой «Юность». Теперь Никита Незнамову можно тренироваться со всеми на равных. Пару месяцев назад у 17-летнего хоккеиста обнаружили редкое заболевание. Если бы семья спортсмена не обратилась в больницу, парень мог бы всю жизнь остаться инвалидом. «Когда поставили диагноз, расстроился очень, что придется закончить с хоккеем, с ребятами расстаться. Все в порядке, после операции не ощущая никакого дискомфорта, тренируюсь в полную силу, все хорошо». Никита Незнамов пришел в хоккей в середине нулевых. Как и все дети, он проявлял способности и смело двигался навстречу своей мечте. То, что произошло с юным спортсменом, буквально повергло всех в шок. Первые признаки болезни проявили себя на недавнем чемпионате в Усть-Каменогорске. У Никиты стало не иметь нога. Последние две игры хоккеист уже не играл. Заболевание может развиваться по разным причинам. Как нам здесь говорили, что у него слишком развита икроножная мышца, и она давит на подколенную артерию. В результате этого передавилась подколенная артерия, кровь перестала поступать, и у него образовались тромбы в артерии. И последствия могли быть самые разные. После обследования в Астане выяснилось, что у хоккеиста развился аневризм подколенной артерии. При таком диагнозе необходимо хирургическое вмешательство. Однако провести подобную операцию в Казахстане и в России невозможно. На призыв о помощи откликнулись врачи из Германии. Стоимость лечения составила около 4 миллионов тенге. Таких денег у семи спортсменов не было, рассказывает тренер хоккеиста Алексей Гордей. Материальные средства собирали, как говорится, всем миром. «Откликнулись Германия и Израиль на эту операцию. Плановились очень большие средства, чтобы сделать операцию. Но смогли осуществить это. То есть собрали деньги всем миром. Много людей отзывалось». Спортсмен отсутствовал в течение полутора месяца. По словам тренера, за это время Никита не потерял профессиональных навыков и сейчас вместе со своей командой готовится к основным турнирам Казахстана и России. История с счастливым концом. Теперь в планах Никиты не знал о попадании в карагандинскую хоккейную команду «Сарарка». Парень благодарен тем, кто оказал ему помощь, и уверен, что в его жизни теперь все сложится удачно. Марк Бюшков, Лжас Габасов, Марк Култенов, 1-й Карагандинский. Кировский отдел полиции провел очередной турнир по мини-футболу в памяти выдающегося полицейского грамотного руководителя Абдрахманова Амантая Нургалеевича. Памятный турнир проводится уже четвертый год подряд, и в нем всегда принимают участие близкие родственники и бывшие коллеги Амантая Абдрахманова. В этом году по различным причинам было заявлено только три команды, но все они самоотверженно сражались за первое место. «Хочу пожелать Кировскому отделу полиции удачи, чтобы ежегодно действительно проводили такие соревнования, это нужные соревнования, как бы личный состав расслабляет нас от работы, немного отвлекаем себя». На этом новости спорта подошли к концу. Берегите себя и занимайтесь спортом. Спасибо, Берек. На это все новости на сегодня напоминают телефон новостной службы 1-го Карагандинского, 42-06-49. Звоните, делитесь интересной информацией. Благодарим за внимание, всего доброго. Аман Сау Болгсдар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова